всех приветствую это канал александр play и сегодня у нас с вами девятнадцатый урок из курса путь викинга сегодня на уроке нас с вами ожидает брамс да еще один гений брамс великий композитор но вот простейшая пьеса так сказать колыбельная колыбельная давайте я вам ее сыграю буду играть на фаготе октавой выше поехали итак давайте посмотрим что же у нас тут такое размер такта три четверти тональность соль мажор один диез при ключе фа меня уже спрашивали меня уже спрашивали подписчики про эту пьесу как же здесь раскрутить механику внизу у нас бывают встречаются половинные с точкой на весь такт а дальше снова эти же ноты надо брать и как как вот это тянуть что вообще тут делать так вот давайте сначала рассмотрим как же тут с точки зрения механики это все играется и так сначала поставим аппликатуру и штрихи об эту информацию должны все вместе связать и уже цельно сыграть понимаете в музыке вот в каждой секунде даже я бы сказал в музыке звучащие если ее играют качественно очень много информации и по механике по динамике и по содержанию музыки поэтому тому музыка это наверное самое сложное что можно только себе представить потому что если музыка прошла человек ничего не понял нечего ему анализировать то это тогда он не сможет слушать музыку он сможет только что-то самое элементарное запоминающиеся слушать узнавать как-то со своими эмоциями связать но это самый начальный уровень мы с вами должны так сказать возвыситься до такого уровня чтобы уже не просто в каких-то самых известных мелодиях ориентироваться понятное дело что нужно их слышать мы должны с вами знать слышать и любить вообще всю музыку и понимать что так сказать к чему относится чего добилась человечество за все время своего существования задачи так сказать нужно ставить великие тогда и ваша жизнь пройдет не напрасно будет иметь какой-то смысл и вам будет о чем вспомнить потому что память важно когда вы находитесь в состоянии разума вы принципе помните все это даже не то чтобы память работает а вы именно подключаетесь вот такому естественному состоянию когда помните все и знаете все о целом а целая как бы знает все о вас ну да ладно и так давайте поставим сначала аппликатурку я на регистре фагот играю на нем мне как-то больше нравится как тут звучит если у вас есть регистры вы можете играть на регистре баян кто знает о чем я говорю такой регистр есть когда посередине два кружочка ну либо можно и на кларнете сыграть и на фаготе октавы выше как хотите пожалуйста если нет регистров то вы играете вот именно как написано то есть октавой выше не играете потому что фагот он играет октавой ниже и чтобы сыграть как написано надо играть октавой выше я про это уже сто раз говорил про регистры будем отдельное видео делать но это уже когда у меня собственно они будут пока у меня их немножко тут пусто и так поехали ставим сначала аппликатурку почти как здесь но не видит но не всегда потому что тут скажем так не продумано до конца и по организации штрихов и прочему вот ну не совсем то вот именно через мой фильтр это пропустим я уже так сказать высоты прожитых лет смотрю на это все дело и поэтому не всегда использую как написано в каких-то книгах потому что иначе тогда так просто не получится красиво сыграть поехали значит 4 3 4 3 2 3 дальше 2 3 2 2 5 нижняя нота 2 верхняя 5 дальше вверх идет 4 3 дальше нижняя нота 2 вверх 4 5 дальше 3 5 2 4 сначала нижнюю называю потом верхнюю 3 3 5 они тут одни играют я сейчас про это скажу дальше 2 4 3 4 а вот дальше не 3 4 а 2 3 и дальше 2 5 4 3 4 2 5 дальше 2 2 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 а вот здесь не 4 2 иначе вы им легато там не сыграть верхний голос а нужно играть 4 3 а потом 2 4 и 4 на звучащем звуке подменить на третий палец видите подменил и дальше легато продолжать но я сейчас про это отдельно скажу 4 5 2 3 4 2 2 2 4 5 4 3 4 3 вот тут нормально 2 4 5 4 5 а дальше не 4 возьмем а 3 и потом на последней нотке 2 но я сейчас я сейчас не говорил про штрихи потому что это сейчас сейчас я скажу отдельно вывод такую аппликатурку себе запишите распечатайте ноты и делайте корректировки пометки теперь по поводу штрихов ну понятное дело вы должны понимать ритм ну что здесь размер такта три четверти а длительности какие встречаются встречаются восьмушки встречаются четверть и встречаются четверть с точкой увеличивать длительность ноты на ее половину то есть четверть с точкой это четверть плюс восьмушка ну либо если через восьмушки считать это будет три восьмушки то есть 17 . это три восьмушки а дальше не замечše еще значит встречаются половинные половинные и еще встречаются в конце вот в предпоследнем такте шестнадцатый Давайте сначала про штрихи поговорим Потом я покажу, как этот ритм просчитать Но это вы должны сами понимать Это чистая арифметика, тут нет ничего сложного Вся фишка музыки далеко не в том, что вы О, там я ритм просчитал Это как бы элементарно Это на элементарном уровне все делается Вы играете, слушаете мелодию Она в память ложится хорошо, если у вас способности к музыке хоть какие-то есть И ритм тоже запоминается И вы уже просто воспринимаете это как музыку И должны работать над динамикой, понимаете Если так сидеть часами только просто над арифметикой, ритмом То вы вряд ли что-то сложное сыграете Потому что у каждого человека разные способности Но тем не менее, если вы даже до какого-то уровня дойдете Это уже вам заслуга будет ваша большая Это я уже за вас порадуюсь Поэтому ничего страшного Все равно каждый на каком-то своем уровне пьесы он освоит Другое дело, станет ли этот человек, ну, грубо говоря, профессором музыки Вот это уже вопрос А просто для себя и для моего канала И для каких-то еще слушателей поиграть Пьесы, которые вам будут по силам В этом нет ничего сложного Я надеюсь, что это получится у всех Итак, поехали Сначала идет лига Это все играется легато Когда на одной ноте вы тоже должны играть легато То есть не так и не так Вообще, чтобы не было зазора Это все легато Снять лигу Дальше идем легато Присоединяются вот эти два звука Легато А вот здесь звучит фа диез И во время его звучания си уже отпускаете Ничего страшного То есть эти ноты длинные Видите, это уже как бы несколько инструментов Уже мышления как бы оркестром Каким-то большим составом Не только Не просто одним баяном Если бы он был в составе Он бы там, допустим Ну, если бы оркестр был Он бы Ну, пусть бы потянул там нотку Между ними мы бы выстроили как-то А здесь, когда на одном инструменте Тем более на баяне Когда все сливается Когда вот эти звуки тянущиеся Они, в общем-то, забивают мелодию Можно, конечно, их немножко не до конца нажимать Но это уже высшие вопросы исполнительства на баяне Пока я так сильно вам не буду углублять эту задачу А есть где разгуляться, в принципе На баяне еще играют, не дожимая какие-то клавиши Вот, то есть здесь Сильно долго тянуть эти звуки не надо Вообще, если кто уже профессионал Высокого класса Он даже может по желанию По настроению эти звуки тянуть То есть он управляет этим процессом Как будто оркестр звучит Он раз, все, тихо, этот инструмент прекратил играть Он не думает о какой-то механике Он живет вот этими пластами И управляет ими Я вам пока поставлю более конкретную задачу Я пока не говорю, что Вот эту нотку Си Когда хотите, там отпускаете вот здесь, например Или может быть вы Вообще, еще даже раньше А это пусть поет И я пока вам говорю более конкретную задачу Может вы ее на Ми Хотите наложить Но тогда не очень удобно Можно и по-другому И залеговать нижнюю Но здесь так не надо делать Вот смотрите Конкретную задачу я сейчас вам поставлю Потому что только через конкретику Вы сможете потом к импровизационности прийти Вот конкретная задача Пошло Легато Перед тем, как Ми появилось Снять, чуть-чуть послушать Фа диез один Потом Ми А уже в это время второй палец на Ля ставьте И Легато переходите на следующую Ми Которая вместе с Ля И дальше следующая нотка Ре Тоже Легато А потом все снимается, да Половинную с точкой не надо Тут дальше ничего с ней делать Просто все снимается И дальше Играют Ля-Си А Ля уже прекратилась Не нужно специально Вот здесь вот заниматься Такой ерундой Как, например Потом, допустим, брать Ля А Си еще вместе с Ля брать Как будто бы это Ля Вот все еще та звучит И как будто бы на нее Си накладывается Это все ерунда Не надо Не надо, например, вот так играть Потом просто Ля Даже заново ее не брать Снова Си И как-то дальше присоединить Это все бред Здесь мысль-то не такая, понимаете Здесь вот так Вот мелодия важна, понимаете Эти нотки, которые под мелодией Неважно, пересекаются они с мелодией Не пересекаются Они для украшения нужны Не нужно ради них что-то такое делать Что исказит как-то мелодию Исказит представление о мелодии Никому не нужны эти нотки Эти половинные с точкой Которые просто для украшения Понимаете То есть здесь вот так Одна, потом дальше Все снимается Опять дальше пошло Легато Все Легато Снимается Снимается Дальше опять Легато Опять снимается Я даже такую аппликатуру поставил Что вы по-другому и не сыграете Дальше То есть Фа диез Тут уже снимается вместе с До Дальше Опять идет Легато Фа прозвучало какое-то время Вместе с Ля А потом Фа нужно оголить И здесь только раз аппликатура Что 2-2 В нижнем голосе То есть Фа диез Нужно оголить Она прозвучала с Ля Какое-то время Ее надо оголить А верхний голос держать И Фа диез Легато соединить с Соль И присоединить нижнюю Си А вот как они снимутся Сейчас дальше скажу Тут не все так просто Еще раз смотрите внимательно Это все Легато Снялась Ля И Сир вместе с Соль А потом нужно оголить Соль Какое-то время дать ей позвучать А потом уже брать Соль Соль и дальше И в это время Когда это Соль Верхний голос оголенный Будет звучать На нем еще крешендо Надо сделать И услышать Что это будет Но это сейчас уже Когда динамика подключится Во как сложно То есть смотрите Еще раз сыграю Чуть-чуть я ее еще оставил У меня эти пласты Живут своей жизнью Своей жизнью Вот так То есть чуть-чуть еще Соль продлить А Си пораньше снять Я снять Обе нотки Оставить Соль Дальше Легато Это все понятное дело Легато Верхний голос Соль оголяется Присоединяется Ми Легато До И Си вместе с Р Здесь элементарно Видели этот моментик Оп Выстрелил этот моментик Когда верхний голос Соль оголенный прозвучал Естественно это надо делать А не вот так играть Ни в коем случае Все разорвется верхний голос Нужно верхний голос связывать Вот он И нужно чтобы он связался Оголить его и Легато присоединить Но это мы уже с вами проходили Я надеюсь вы сможете Сейчас на всякий случай еще раз покажу То есть Соль Сразу же без зазора Следующая Соль Но чтобы было слышно Что она взята Это Легато на одной ноте Без зазоров Не так А без зазоров Не убирая пальца с клавиши Палец клавиши прилеплен Вот значит Соль Следующая Соль Без зазора Дальше три звука Легато В них перешли Дальше Соль оголилась И Легато Присоединяем Ми До И Легато еще следующие два звука Вот я вам подробно объяснил Дальше Дальше снять Лигу Потом пошло опять Легато Легато Палец подменился Легато Легато Ми оголяется И Легато Присоединяется Следующая Дальше Ре оголяется На ней тоже будет Крешендо Но это сейчас добавим Снимается потом Дальше Соль Соль Легато Присоединяется Следующая Верхний голос Соль оголяется Так же как в том случае Ми До Следующие два звука Потом опять все снимается Дальше Легато Легато Ля вместе с Фа диезиком Чуть-чуть прозвучало Потом просто Одна Ля Звучит И Соль Понимаете Вот смотрите Вот он был моментик Я вам там подмигнул Когда просто Ля И вот так Много информации Много информации Про механику идет Сразу море информации На автомате Это все должно быть Но я сейчас вам это Конкретизирую Словами То есть Каждый момент Продуман Если у вас Какой-то момент Не продуман То лучше так Не играйте Только постепенно К импровизационности Какой-то приходит Но и то Она должна быть Продуманная Вы должны Осветить Все эти варианты Которые Другие И знать Что вот из них Вы можете выбирать А не так Что играете И сами не понимаете Что такое у вас происходит Понимаете То есть Все должно быть Осознанно Вот она Механика Полностью Я себе задачу поставил Я ее осознал И я этой задачи Собственно И придерживаюсь И вам ее ставлю Это сложно То есть Перейти к осознанной игре Конечно же Непросто Но нужно это делать Нужно забыть То что вы раньше играли Если кто Вот любители Себе забивают голову Всякой Непонятностью И переходить К осознанной игре Расчищать Свой разум От Убирать все лишнее Чтобы был Просто Просто было естественное Состояние Нахождение В разуме Я это сейчас Специально еще Эмоции добавляю Чтобы было интереснее Вам слушать Но вообще Я Как бы Спокоен То есть В состоянии Разума Именно Понимаете Это тут Не просто музыка Это Прямо другое Состояние Сознания Какое-то Итак Дальше И теперь Давайте посмотрим Как нам Этот ритм Уложить Давайте сначала Со счетом Слух Пройдем Потом Под метрономчик Под пульсацию Восьмушками А потом Уже про динамику Поговорим Смотрите Раз И Два И Три И Как вот это уложится Начинается С за такта Первый Первый такт Всего четверть А последний Две четверти В сумме Получается Три четверти Но я про это уже говорил Если что Википедии Почитайте За такт Итак Поехали Начинается Три И А потом уже Раз Едем Три И Раз И Два И 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 Три И И раз, и два, и три И раз, и два Ну опять немножко может преувеличено В конце нужно замедлить Но сначала вы должны рассчитать Вот написано рид это замедлить Но сначала вы должны все-таки без замедления тоже это просчитать Давайте без замедления покажу Три и раз, и два, и три И, и, раз, и, два, и, три, и, раз, и, два, и, три, и, раз, и, два, и, семь. Вот, а потом уже только замедление. То есть, если вы ритм, имеете это в виду, даже это относится к профессионалам, если вы ритм не осознаете идеально, точно, и пытаетесь играть замедление, но при этом чувствуете, что еще не подразобрали, а просто вот, ну, на, замедлить, да, да, ритм непонятен, то это получится замедление неестественное. Сначала рассчитайте точно в ритме, как это будет, осознайте, а потом уже применяйте замедление. Вот тогда у вас это все срастется нормально. То есть, ни в коем случае не думать, что вы все можете, и сразу же, так сказать, замедлением. Ну, конечно, это не ко всем относится, но, тем не менее, вот такой совет. Обязательно полностью проникнуть разумом в ритм. Итак, а теперь включаем пульсацию метронома в темпе 135, и будем считать, что это восьмушки. И тогда получается, на один удар будет одна восьмушка, четверть с точкой будет на сколько ударов? Напишите в комментариях, напишите в комментариях, пожалуйста, вопрос вам на засыпку. Значит, элементарный вопрос. Если удары метронома восьмушками, то сколько ударов метронома будет четверть с точкой? Сколько ударов метронома будет восьмушка? Сколько будет четверть? Сколько будет половинная? Вот. И еще такой вопрос. Сколько тогда шестнадцатых нот будет приходиться на один удар метронома, который стучит у нас восьмушками? Вот это все я вас спрашиваю, потому что вы уже должны мне это все объяснять, и вы должны это осознать. Когда вы все это осознаете, у вас получится следующая картина. Давайте сыграю, а вы послушайте и имейте в виду, что я могу это объяснить, но это тогда еще часы, несколько часов уйдет, грубо говоря. Поэтому я просто сыграю, и это уже информацией будет вам для размышлений на несколько часов, дней, а кому-то и больше. Ну попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Вот я вам сказал, как просчитать ритм. Если это словами еще все переводить, это будет достаточно долго, вы это должны уже осознавать. Обратите внимание, я хвостики эти везде тоже оставлял, где я сказал. Вот так непросто. А вы как? Это брамс. Итак, а теперь давайте поговорим, собственно, про самую главную задачу. Ну что, динамика! Вот он мой помощник, мой помощник для подключения, для подключения к разуму. И оттуда приходят мне эти задачи, динамики приходят, приходят они мне, а я их просто вам транслирую, я ничего не придумываю. Я сосредотачиваюсь на музыке, пытаюсь ее ощутить еще, 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 и картина сама рождается. Я даже не могу это словами объяснить, я просто это специально сейчас объясняю, но не сказать, что это прямо что-то такое интересное. И гораздо интереснее просто быть в музыке и играть, и через это передавать информацию. Там больше информации передается словами. Я уже сколько часов уже на канале наговорил, а это все в музыке. Я это раньше не пытался другим людям как-то рассказывать, но просто, так сказать, захотелось, и мне нравится, что это приносит пользу, и что люди учатся. Но я это транслирую, транслирую через вот антенны. Ну, я шучу, конечно, но примерно так. То есть, я не просто по образцам, как меня учили, я, в общем-то, сам научился, можно сказать. Я это лишь транслирую, показать людям, что нужно полностью проникать разумом в музыку. Итак, ну что, пробежимся по динамике, да и будем заканчивать с этой пьесы. Задачка, вообще говоря, не самая элементарная, не самая элементарная. Здесь, конечно, вилочки стоят, но, извините, конечно, меня, но это слишком просто. Слишком уж тут, это уж слишком просто. Нужно, чтобы вы поняли, что есть еще и другие варианты. Вы можете, конечно, частные случаи какие-то брать, исходя из моих, из моей динамической задачи, и играть свой какой-то частный случай, но только чтобы он не противоречил с моей. Я вам даю как бы углубленно по динамической задаче. При желании уже для каждого человека можно что-то сообразить, если он способен контролировать вообще динамику. Просто бывает, что иногда занимаешься с какими-то людьми и видишь, что они еще пока до такого не доросли. И к ним уже тогда требования-то поменьше. Но тут я хочу заложить все-таки на века, на века вот эти все мои трактовки, так скажем. И поэтому я вам говорю сразу же полностью, вот как бы я лично играл эту пьесу. Я ее не буду играть, потому что она слишком простая. То есть, если я что-то буду где-то играть как исполнитель, я буду играть посложнее. Но как преподаватель я это вам играю в учебных целях и показываю на этих примерах. Потому что на сложных произведениях тоже ведь это все присутствует, понимаете. Там тоже нужно обязательно делать непростую динамическую задачу решать. Ну или как говорят обычные музыканты, так сказать, играть выразительно. Но они не всегда дают вот именно, чтобы можно было график нарисовать прямо конкретно в каждом случае как-как. А я играю только, когда мне все понятно. То есть, когда я полностью разобрался с каждой нотой, тогда это и получится. Итак, ну что. Начинаем, как всегда, несколько тише. Начинаем несколько тише. Пиано. И идет крешендо. Вот смотрите, это как бы общий смысл должно это приобрести. Общий смысл какой-то. Просто в механике смысла нет. Смысл он вот. Сейчас будет. Смотрите. Начинаем потише. Ведем, ведем, ведем. Не бросаем. Дальше ведем. Снимаем. Дальше вот сюда. А тут чуть-чуть сбавили. Потом настойчивее ведем. Еще настойчивее ведем. А здесь самое настойчивое. Вот здесь. Кульминация. А потом спад. Снять и делать крешендо. Продолжается крешендо. Вот сюда. Чуть-чуть сбавили. Забавляем длинные. Не выпячем. Нарастаем вот сюда. А тут опять на спад. На спад. Опять крешендо. На голой ноте крешендо. Дальше вот сюда. Опять чуть-чуть спад. Чуть-чуть вот сюда привели. А потом все на спад. Сложно объяснять словами. Как бы. Да и график зарисовывать тоже не хочется. Но я при желании могу. Вы попробуйте через значки крешендо, диминуэндо. Это вот все так записать. То есть смотрите. Попробую так. Еще попробую по-другому объяснить. Это как бы в процессе. Если вы это слышите. Вы это поймете. Вот смотрите. Начинается тихо. Идет крешендо. Продолжается. 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 Вот сюда главная нота. А тут уже на спад. Это все на спад. Но не так сильно. Потом по-настойчивее берем. Вот сюда пришли. Еще настойчивее. Но эту длинную чуть-чуть спадаем. А дальше. Самая настойчивая. И на спад. Спали. А потом крешендо. Особенно на оголенной. И продолжается крешендо. Вот сюда. Тут спад. Тут опять крешендо. Вот сюда. А потом опять спад. Спали. А потом опять крешендо. Особенно на оголенной. понимаете но вот эти спады они как бы тоже разные то есть как вот это объяснить это это объяснить не так-то просто могу еще попробовать вам объяснить через видение вот общей линии посмотрите вначале все тихо развивается это отпускается то есть слова мешают я когда говорю это даже хуже сыграть получать слова они как бы мешают музыка это много информации в единицу времени много информации это не просто развлечение это целая наука где много информации и когда вы слушаете другого исполнителя вы себе мотайте на ус записываете кто как управляет динамикой у кого как какие картины понимаете обобщайте все это в голове и выводите в итоге свою какую-то версию если у вас не будет динамики в игре если у вас не будет точного видения всей картины тогда вам не сказать свое слово в искусстве а с вами был александр play викинг музыки всем пока